Так, сейчас совершу марш-бросок по новому микрорайону, который зажат между улицей Павлика Морозова, Киевской и Беговой. Вот начну я вот с этого дома, который по улице Павлика Морозова регистрирован. Вот, это у нас дом. Посмотрим какой. Дом 5В. Вот я его в апреле снимал, он еще не был достроен, а сейчас уже, судя по некоторым окнам, там уже потихоньку началось уже вселение. Вот. И тут уже детский городок с помойкой рядом и детвора уже. Мне нравится. Это у нас задний двор Балтийского универмага. Вот. И я так все пойду сейчас по кругу, обойду. Вот, пока солнце не село, сейчас время местное 19.36. Вот. Надеюсь, что хватит мне освещения, чтобы сделать вот эту видеосъемку. Говорят, чтобы день зря не пропадал до видео. Вот, потому что все равно я этот район хотел посетить. Почта. Там вот Балтийский рынок в той стороне. Это у нас тут местные магазинчики и аптечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 нашего района вот тут вот идет конце загугливание улицы павлика морозова улево и там она идет уже ну скажем так почти по прямой там с маленькими изгибами такими туда-сюда а дальше там промышленная зона ходить нет смысла там все упирается в заборы вот видно немецкий дом не отремонтированы здесь сильно но крышу поменять металлочерепица или как она называется зеленого цвета вот он идет поворот сейчас этот дом он такой тоже г-образный длинный очень прогуливаюсь вечерком специально немножко отдохнуть хотя это не отдых вот всякой дневной суеты какие-то домики симпатичные и солнце уже за домики зашло и это хорошо вот ее заворот влево вот тут знак фестиваля молодежи по моему нас он в 85 году был фестиваль всемирный фестиваль молодежи и студентов так что он называется так вот сейчас я выхожу на улицу павлика морозова который я скоро опять верну влево уют сервис обслуженный ремонт жилого фонда о вот он где оказывается я думал где-то там господи сейчас придется такие конторы ходить и и и и и и и и Вот тут идет улица Минусинская. Вот она здесь начинается, она тут в таком виде, в общем-то, не существовала. Но сейчас она появилась, что-то как-то новопроложенная улица. Поскольку здесь, там где я буду снимать этот микрорайон, сейчас мы в него вступаем, это немецкие дома отремонтированные. Вот, реставрированные такие, ну неплохо сделали, но как-то все она получается без налета древности. Как вот и в этом доме тоже. Павлика Морозова, дом 61. Дом выглядит прилично, внутри там, конечно, никто ничего не делал, вот. Но вот уже нет колорита восточно-прусского старого. Вот мы вступаем в этот микрорайон. Вот, я еще раз повторюсь, что вот этой улицы таковой раньше вроде бы как бы и не было. Может быть и была какая-нибудь дорожка тут, вот я просто не хочу врать. Вот, но тут вот этот весь район представлял собой такие дикие заброшенные сады. И не только заброшенные, туда и дачные участки были, но и усадебные участки. Вот, здесь люди что-то выращивали. Что-то делали. А вот я, наверное, пойду специально сейчас не по центру, по Минусинске, а пойду-ка я вот здесь вот вдоль вот этого дома. Вот, я хочу заснять ту полоску, которая осталась от этого сада. У меня уже осталось 14 минут. Вот, я, естественно, я за это время могу не уложиться во весь, но вот, чтобы было примерно представление, вот, какие тут были огороды, сады. Вот тут такая полоса осталась. Сколько тут она метров? Метров 30, там 40. Так, то, что не снесли. Это вот дом по улице Павлика Морозова. У меня он еще отснят в таком виде, не крашенном, скажем так, не реставрированном. Ну, тут такой дом. Я больше буду снимать, конечно, сады. Поскольку я не знаю, как долго они тут еще останутся. Останутся ли вообще? О, капуста. Нормально. И очень по-хозяйски. Да, вот эти заборы поставили уже, так сказать. Ну, вот тут, вот видите, тут бурьян запущен. А вот тут яблочки растут. Тут дом, кот выглядывает. Да, жалко, что все загородили заборами. Так бы можно было посмотреть состояние вот этих участков. Но если забором загородили, это значит, что там какая-то деятельность осуществляется. Скажем так, как минимум, номинальная какая-нибудь. Тут у нас, вот, да, проход между домами. И вот опять заборы-заборы. Вот осталась такая неснесенная полоса. Заграждение. Загражденная. Вот так вот и весь этот микрорайон, он как раз и представлял собой пустырь. Ну, наполовину пустырь, наполовину засаженный. У меня где-то старое видео есть. Вот там вот, если назвать там минусинское слово на моем аккаунте, то там старое видео. Ну, относительно, может быть, лет пять-четыре назад этого всего еще не было. И тут были дачные участки и пустырь. Вот дома по улице Павлика Морозова. Яблоками пахнет. Вот иду, иду, иду. Тут, видимо, мне придется делать два ролика. Еще я не уверен, что батарейки может схватить. Я иду строго по периметру вот этого микрорайона. Поскольку он имеет еще на себе следы былого, того, что было. Наверное, мне бы надо все видео объединить в плейлист. Микрорайон Минусинское, так, наверное, его назвать. Вот крышу меняют на доме. Видно, я зум не применяю, потому что видео может прерваться. Вот, ну, сейчас зайду поближе просто. Туда вот можно пролезть. Есть там проход, дом. Да, полностью ремонтируется. Поменяют ему крышу, а потом, наверное, и покрасит еще. Вот так вот они все дома, как этот и выглядели. Вот этот, вот такой он был, такого грязного какого-то там цвета. Желтизной, скорее, черезной, зеленизной. Вот, а дальше я, наверное, пройдусь вдоль забора, который идет там. Как бы так, параллельно улице Беговой. Вот, там вот уже улица Беговая у нас. Вот это вот улица Беговая. Тут вот тоже немецкие дома стоят. Вот, это дом, который выходит на улицу Беговой, а вот это Беговая. Вот, а я пойду как раз по вот этому участку между домами. Вот он с цветом много, посажено. Так, по песку идти не очень удобно. Хотя это не песок, а такие мелкие-мелкие камушки. Вот тут занялись так. Вот, и у меня уже батарейка показывает низкий уровень, поэтому это может быть прервано само собой. Вот, вот эти вот дома прилегающие к улице Беговой. Вот их тоже здесь такой еще зеленый участок, полоса такая осталась.